приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут юлиана 4 августа особый период который несет тяжелые энергии сегодняшнем видео все вы знаете день августовского новолуния является особым периодом сочетающим энергии 30-х и первых лунных суток такая комбинация встречающиеся не в каждом месяце несет огромный потенциал позволяя вам отпустить свои старые и отжившие установки оставить позади неэффективной стратегии тяготящие отношения чтобы начать все с чистого листа однако это время также является неблагоприятным и даже опасно поскольку сопровождается упадком сил апатии потери мотивации и пониженной концентрации внимания вам придется приложить массу усилий чтобы справиться со всеми сложностями и освободиться от негативных эмоций поскольку сегодня это будет особенно сложно особенности этого дня луна находящийся в знаке льва требует повышенной осторожности поскольку количество негативной энергии в эту пару значительно возрастает возрастает импульсивность дает о себе знать такие негативные черты характера как упрямство раздражительность поддавшись которым вы рискуете навредить своей репутации и ухудшить взаимоотношения с окружающими постарайтесь контролировать свои эмоции избегайте напористости но не позволяйте другим диктовать свои условия чтобы не случилось сохраняйте спокойствие выдержку кроме того справиться с темной энергетикой дня помогут медитативной практике занятия йогой 1 понедня будет более позитивно так как проходит под влиянием тридцатых у нас соток энергии которых в этот период и близок нейтральным однако в эту пару вы можете столкнуться с множеством трудностей для преодоления которых придется приложить усилия очень важно не поддаваться негативным эмоциям избегать испыльчивости и гнива противном случае вы упустите возможность выйти из трудной ситуации без потерь чтобы избежать негативных последствий не принимайте важных и ответственных решений держитесь в стороне от суеты после астрономического новолуния наступает время от которого зависит ваше богополучие во все последующие дни цикла луны период власти первых луны суток не предназначен для активных действий и новых начинаний так как на вашем пути постоянно будут возникать преграды мешающие довести начатых до конца энергии ночного светила пока еще не стабильны и находится процессе изменения потом вы можете ощутить перепады настроения сложности с концентрацией внимания также сегодня велика вероятность попасть под чужое влияние кстати жертву иллюзий не имеющих ничего общего с реальностью не позволяйте никому манипулировать собой по возможности ограничьте контакты исключив общение со всеми кроме близких вам людей но чтобы не случилось помните что даже в самый неблагоприятный день можно найти моменты для вдохновения спокойствия советы рекомендации этого дня сегодняшний день не располагает к активным действиям и принятию важных решений поэтому отложите их до более благоприятных времен также это не время для выполнения задач требующих точного анализа и взвешенных действий по этой причине лучше сосредоточить усилия на рутинных задачах которые не требуют большой концентрации внимания к примеру проведите ревизию документации займитесь планированием или анализом полученных ранее данных но не начинайте ничего нового так как ваша инициатива может столкнуться с непредсказуемыми препятствиями это неподходящее время для командной работы поскольку атмосфера дня полна скрытой напряженности любые попытки взаимодействия с коллегами или партнерами могут обернуться конфликтами поэтому сосредоточьтесь на самостоятельной деятельности и избегайте ненужных контактов крайне не рекомендуется подписывать контракты заключать новые сделки и вести важные переговоры в этот день растут риски ошибок форс-мажоров что может привести к нежелательным последствиям для вашей карьеры поэтому не берите на себя лишние обязательства все финансовые вопросы отложите хотя бы до завтра поскольку траты осуществлены в эти сутки никогда не окупится откажитесь от любых денежных операций включая погашение долгов или приобретение подарков в эти сутки даже незначительные расходы могут обернуться чередой неприятностей поэтому допустим и только неотложное приобретение которые невозможно перенести на другой день поскольку эти сутки ваш организм ослаблен и наиболее чувствительным к внешним воздействиям поход салон красоты лучше перенести на более богоприятный период кроме того откажитесь от таких процедур как мне маникюр и прочее поскольку сегодня они будут неудачными уделите внимание самопитанию избегайте тяжелой пищи сладостей не употребляйте спиртные напитки особая энергетика этих суток боговолит прощению обид позволяет оставить позади все недомолвки и претензии чтобы двигаться вперед сегодня очень важно быть позитивным и морелюбилом настроении открывайтесь миру замечатель любимого чеки только прекрасное и хорошее обращайте внимание на все позитивно и положительно однако не планируйте на этот период важных событий особенно таких как знакомство с родителями или свадьба так как подобные начинания не принесут вам счастья если вы находитесь гармоничных отношениях со второй половинкой можно назначить свидание но не посещайте для этого людных мест отдыхать в эти сутки будет полезно как для тела так и для души но не стоит проводить время бездействия так как в этом случае вы потратите его впустую так и не восстановив силы займитесь домашними делами планирование ближайшего будущего составьте список дел на месяц воплощать задуманное пока не торопитесь проведите день дома спокойной безопасной атмосфере занимаясь самообразованием и самосовершенствование также сегодня неплохо поближе к пригороде быть погулять парке посидеть у водоема шум большей компании активная деятельность нежелательны магические ритуалы и этого дня день наполненный магической энергетикой новолуния является особенно важным для проведения магических практик однако все ритуалы этого периода должны быть направлены на привлечение удачи и богополучия также это хорошее время для подзарядки лунной энергии талисманов и амулетов открываем себе дороги течение сегодня зажгите четыре свечи любые абсолютно когда вы их зажгли важно сказать такие слова свечу зажигаю ее огнемся на пасти уничтожаю все пути перед собой открываю север юг запад восток все открыто для моих дорог огонь яркий все дурной уничтожает для новой счастливой жизни место освобождает все на вето сгорают все порчи из глаза пламя испепеляет быть посему вот нужно сказать четыре раза далее когда ваши уже свечки полностью прогорели их нужно обязательно положить пакет выбросить и когда будете выбрасывать огарки скажите беды и неудачи оставляю больше никаких преград не знаю говорим один раз привлекаем счастье и богатство наполните любую емкость простой водой далее туда положите любую вещь из серебра поставьте на подоконник далее когда все сделали скажите месяц юный народился к полноте начал стремиться как он худым появляется да постепенно округляется так и в моей жизни достаток пусть появляется нового на воду заряди мне изобилие счастье подарим благодарю и принимаю сказать нужно три раза оставляем так свой сосуд ровно на сутки все через сутки водой нужно умыться а вещь серебряную просто пользоваться привлекаем любовь вам нужно вечером зажечь красную свечу далее когда она разгорелась нужно сказать такие слова яркий огонь дорогу освещает любовь к моему дому привлекает как красная свеча разгорается так моей души любовь загорается вот говорим три раза оставляя свою свечу она должна полностью прогореть до конца по народным приметам в этой день отмечают марии ягодница львы появившиеся на свет 4 августа обладают веселым характером и лидерскими чертами обычно становятся центральными фигурами в любом коллективе и занимают руководящие должности их основной трудностью в общении с другими является чрезмерная властность которая присуща их знаку зодиака чтобы выстроить гармоничную счастливую жизнь им нужно развивать себе спокойное отношение к любым ситуациям тогда их обязательно ждет успех карьере личной жизни а их талисман является алмаз наши предки на ягодницу не выходили на полевые работы боясь ударов молнии зато проводили время в лесах собирая поспевшие ягоды сбором занимались и женщины и дети чтобы никто не заблудился в лесу было принято петь народные песни громко к первым дням августа поспевал черника а также белая черная и красная смородина черную смородину собранную 4 августа не отделяли целительной силой способны вылечить многие болезни поэтому из нее готовили лечебный настоем хозяйки в этот день занимались выпечкой из теста и собранных ягод а также энергетической уборкой дома для этого брали веник оставленный после троицы обметали им все окна в избе убирая пыль и паутину считали что обметая окно марин свет зальет дом и вытеснит из него все зло и нечисть молодые девушки в этот день выходили до восхода солнца на улицу чтобы набрать росы и умыть ее лицо по поверью выпавшая роса придавал лицу молодости сияние кожи чтобы усилить действие росы проводили магический обряд на женскую привлекательность и вечную красоту лица выходили до восхода солнца из дома собирали росу льняной ткани потом поворачивались к солнцу и начав с лица обтирали тканью все тело при этом говорили божья вода обман меня от начала до конца чтоб красиво всегда быть и сиять и мне как в небе звезда чтоб щечки розовели а волосы блестели перо ягоды проводили простой обряд на везение успех во всех делах брали по три ягоды смородины каждого цвета белую красную черную на ягоды читали такие слова черные ягодки неудачу уносят белые везение приносят а красный успех закрепляют и счастье мою жизнь наполняют девять ягод клали стакан и заливали кипящей водой настаивали час и выпивали такой отвар вместе с ягодами сны в этот день приятно для человека чаще всего показывают скорое разрешение денежных вопросов или даже сулят спящему богатство и по традициям перед сном один раз повторяем такие слова вокруг меня мир прекрасен и он не дарит всегда хорошее настроение вот говорим один раз и и и и